Здравствуйте, дорогие телезрители! На своем канале я неоднократно обращался к таким материалам, как «Царское золото» или «Наследие Российской империи», или то золото, которое осталось после свержения династии Романова в 1917 году. И пытался исследовать этот материал. И вот на страницах журнала «Загадки и истории» Александр Смирнов приводит статью, которая называется «Сокровище адмирала Колчака осели в Японии». Вопрос. В середине 1920-х годов в Японии разобрался трагикомический фарс с участием Верховного суда Дальневосточной империи и высокопоставных офицеров Генерального штаба Императорской армии, ценой которой была часть так называемого «золота Колчака». В январе 1920 года, незадолго до своего фактического ареста в Иркутске, Верховный правитель России адмирал Александр Колчак назначил своим преемником войсково-атамана Байкальского казачьего войска генерал-лейтенанта Григория Семенова. Следовательно, атаман стал и распорядительным чьей части «золотого запаса Российской империи», которая успела осесть в японских банках. Незадолго до своего окончательного бегства из страны, преемник Верховного правителя России успел разместить в банке Йокогамо Спеший банк, счет на сумму 1 миллион 400 тысяч йен рублей, вопрос, золотом. На эти деньги атаман Семенов поручил исполняющему обязанности русского военного атташе генерал-майору Михаилу подтягину и закупить для своей армии в 1921 году 5000 винтовочных патронов и обмундирование на 45 тысяч бойцов. Деньги в Токио пришли, но потрачены не были по причине эмиграции самого заказчика патронов и шинелей. Еще ранее генерал-потягин, выполняя рекомендации коллег русских дипломатов Временного правительства, перевел на свой личный текущий счет в этом же банке сумму в размере 10 миллионов йен с золотом. Это были все деньги, которыми распоряжалось русское посольство в Токио. Послы, направленные за рубеж, еще министром иностранных дел правительства Николая II предусмотрительно страховались на тот случай, если государства, где они аккредитованы, признают Советскую Россию. Большевистские послы прибудут, а денег нет. Так оно и произошло. Когда в ряде стран признали СССР и приняли послов с Красной Москвы, здание русского посольства в Токио еще поставало. Советские дипломаты еще не претендовали на золото генерала Подтягина, но к недавнему военпреду русской армии предъявил претензии атаман Семенов, находящийся в Китае. Преемник адмирала Колчака требовал передать ему деньги, переведенные им на закупку боеприпасов и амуниции. Генерал Подтягин посоветовался с русским послом Японии, еще дореволюционным Абрикосовым, и отдал эмиссару атамана генералу Магомаеву деньги в размере 338 тысяч лен. Русский патриот генерал Подтягин был убежден в том, что деньги это не его и не атамана Семенова, а собственность русского государства и ничьи более. 5 июля 1922 года Григорий Семенов написал Подтягину из Китая в Токио письмо, в котором открыто угрожал напустить на него своих людей из высшего офицерства японской армии. И главное, забайкальский атаман соглашался на компромисс. Пусть не 10 миллионов, пусть хотя бы один лимон генерал отдаст и все. Но никакого ответа из Японии не получил. Тогда генерал-лейтенант Семенов подписал генеральскую доверенность полковнику генерального штаба Японии Курву Куроки на ведение дела в суде по иску уже не на миллион, выделенный когда-то на патронные потинки, а на 12 миллионов рублей золота. То есть на всю сумму, оставшуюся на счетах военного атташе Российской империи в Японии. Еще через год, 29 октября 1923 года, точно такую же доверенность Семенов выписал сослуживцу японского полковника Судзуки. Первое судебное заседание по иску на сумму 12 миллионов рублей состоялось в суде японской столицы 15 сентября 1922 года. Если бы генерал Подтягин согласился признать на суде эти деньги личными средствами, то он бы поделил их с атаманом Семеновым и стал бы очень богатым человеком. Но Михаил Павлович оказался честным человеком. Он написал личное писло Семенову. Цитата. Пока до окончательного решения суда деньги находятся под арестом, я не допущу, чтобы на государственное достояние России наложили свои грязные лапы, куроки и судзуки. 9 марта 1925 года на окончательном, как казалось, генералу судебном заседании Подтягин заявил, что указанное в виде иска суммы не его личные средства, а государственные, что передать он их может только представителю российского государства. А атамана Семенова таковым он признать не может. За 48 дней до этого заявления императорская Япония дипломатически признала нового соседа СССР. В Токио ждали прибытия нового посла с новым советским военным атташе. Старый русский генерал понял нелепость своего положения и засобирался в Юру. В свете нового политического положения японская эфемида приняла Соломонову решение признать бывшего и по военного атташе от посольства временного правительства Подтягина ненадлежащим ответчиком, а истцу Атаману Семенову предложить оспаривать свои права на золото уже у советских дипломатов. Генерал Подтягин вздохнул спокойно и навсегда укатил Париж. И для Атамана Семенова, и для полковника к японскому генеральному штабу Куроки и Судзуки это был удар. Три года нервы трепали зря. Отказаться от золота, когда оно совсем рядом на номере вот этого счета. Настырные полковники императорской армии решили еще раз рискнуть. Законодательство страны восходящего солнца позволяло оспорить решение суда в суде другого города. Можно предположить, что судьи японского города Кобе лишь сделали вид, что не знали о решении столичных коллег. Возможно, что и японским банкирам не хотелось возвращать золотые миллионы России. Даже если деньги были бы собственностью Атамана Семенова, они все равно остались бы в финансовом бороте Японии. Во всяком случае, суд города Кобе иск вновь принял, но с условиями. Во-первых, внести залог в сумме 300 тысяч ен. Во-вторых, ответчик генерал Подтягин должен лично прибыть в суд и заключить мировую с представителями Атамана Семенова, поделив оспариваемую сумму пополам. Деньги для залога нашлись, окончательное заседание суда было назначено на июнь, дело оставалось за малым, притянуть в суд генерала Подтягина. И как-то, если он убыл в Европу. Правда, много ли людей в провинциальном городе Кобе об этом знали? Полковник Куроки не зря служил в разведотделении генерального штаба Японии. За несколько дней до заседания суда он нашел отставного летчика японского ВМФ Хирохичи, внешне отдаленно похожего на Михаила Павловича Подтягина, и предложил бывшему асу хорошо заработать, сыграв конкурского генерала. Судьи подмены не заметили. И под аплодисменты присутствующий генерал Подтягин заключил мировую с представителями Семенова. Условие было таким. Деньги, снятые со счета, они делят пополам. Впихнув генерала Подтягина в автомобиль, полковники помчались в кассовый зал Ио Кагама, спеши от банка. Как всегда бывает в подобных случаях, мошенников подвел секущий сущий пустяк в лице служащего банка. Прочитав постановление сюда выдать предъявитель 12 мировых пьем, кассир вызвал управляющего, предварительно оповестив, что сам генерал Подтягин прибыл в собственной персоной и хочет снять деньги со счета, от чего раньше решительно отказывался в течение 5 лет. Удивленный банкир, не раз лично общавшийся с подлинным Михаилом Павловичем, приказал сначала принести чай, а следом вызвать полицию. Японские, китайские и быломигрантские газеты в течение года расписывали этот громкий скандал. В октябре 1926 года суд того же города Кобе за подлог, лжесвидетельство и попытку мошенничества в особо крупных размерах осудил старших офицеров японской армии Куроки и Судзуки, отставного морского летчика Хирохичи и еще двух мелких исполнителей. Последний заявил суду, что во всем виноват Атаман Семенов. Он якобы придумал авантюру с переодеванием. Ему за авторство этой комбинации был выплачен гонорар в 60 тысяч евро. А им на пятерых была обещана лишь капля от ожидаемого денежного моря, всего 150 тысяч евро. И не из-за скромности подсудимых, а из-за политической сознательности. Мы трудились не только за гонорар, объяснял судополковник Куроки. Мы искренне верили, что добывая деньги для Атамана Семенова, мы вносим свой финансовый вклад в борьбу с большевизмом. Но почему же эти деньги не возвращены в Россию? Как об этом мечтал благородный генерал Патякин? Почему? Ответить непросто. По крайней мере до сентября 1945 года, до полной оккупации территории Японии, вооруженной силой США, и конфискации всех японских финансов. русское золото хранилось в сейфах японских банков. Возможно, оно и по сей день ждет своего хозяина. Вот такой вопрос ставит в конце Александр Смирнов. А действительно, почему, если деньги лежали, были положены, и хозяин счета говорит, что оно должно принадлежать российскому государству, почему эти деньги до сих пор не вернули? Оставьте, пожалуйста, ваш комментарий, и не забудьте подписаться на канал. До встречи!